добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом мы с вами говорили о трех примерах описаны в книге деяния апостолов где описывается крещение в духе это дом корнилия это крещение апостолов и крещение эфесской церкви сегодня я хотел бы начать более подробно описать все эти случаи и давайте начнем с истории ефесской церкви 19 глава книги деяния апостолов с 1 по 6 стих во время пребывания полоса в коринфе павел пройдя верхние страны прибыл ефес и найдя там некоторых учеников сказал им вы приняли духа святого вера они же сказали ему мы даже не слышали если дух святый он сказал им во что же вы крестились они отвечали военного крещения павел сказал и он крестил крещением покаяния говоря людям чтобы веровали в грядущего по нем то есть во христа иисуса услышав это они крестились во имя господа иисуса и когда павел возложил на них руки не шел на них дух святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать всех их было человек около 12 итак мы с вами видим что апостол павел приходит в ефес первый же вопрос который он задает ребятам он говорит получили ли вы духа святого у вера вы знаете для меня это достаточно интересный момент потому что каждый раз когда мы встречаемся с какими-то людьми нам хочется узнать особенно на первой встрече самые важные моменты их веры их жизни их практики для того чтобы понять насколько мы имеем общность и павел задает самый важный вопрос который интересует апостола вы приняли духа святого вы имеете духа святого или нет и апостол павел находит ответ и найдя ответ неудовлетворительным он не успокаивается не происходит такого знаете что он говорит вы получили духа святого туда мы не знаем что это такое окей нам с вами не по пути сегодня так себя ведут очень многие верующие мы приходим к новым людям и мы говорим а верите вы в это или вы верите в то они говорят но нет мы даже не думали на эту тему мы говорим нет извини мы слишком узкие мы не принимаем всех подряд всякую бродящую здесь братьев мы не хотим и не такие апостол павел услышав о неком недостатке он сказал окей вам нужно это сделать он научил их и он помог им получить крещение в духе святом то есть он восполнил ту нужду которая была в ефесской церкви давайте мы посмотрим что пишет павел в послании к ефесянам это первая глава 13 стих в нем и вы услышав слово истины благовествование вашего спасения и уверовав него запечатлены обетованным святым духом который залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его смотрите три аспекта или три стадии опыта ефесян первое они услышали слово и речь идет не о том чтобы просто услышать звуковые колебания или услышать те или иные слова услышали это приняли прежде всего итак первый шаг для официан они услышали слово евангелие второе они уверовали они уверовали не поверили что иисус тот самый обещанный мессия и третье они получили или были запечатлены обещанным духом